МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди забыли, какую роль Оптина пустынь сыграла в истории страны. Ведь именно эта обитель украсила золотой век русской культуры бесценной жемчужиной – старчеством. Это духовное явление для России открылось именно здесь. Здесь, скажем так, удалось построить такое гармоничное общежитие, где люди были вполне счастливы, где люди исполняли христианские заповеди. Те люди, которые решили устроить коммунистический рай, они вот эту, скажем так, альтернативу коммунизму всеми силами постарались уничтожить. И наш монастырь попросту превратили в руины. Но уже в конце XX века в русских святцах появились 14 святых, живших в этой обители. Их принято называть соборно – преподобные оптинские старцы. Эти люди были достаточно высоко образованы, но при этом отличались целым рядом своих духовных достоинств. Это способность чувствовать чужую боль, как свою собственную, и помогать людям через свою молитву. Кем же были эти святые? Кто вообще такие старцы? Как ими становились? Чем они привлекали в Оптину пустынь тысячи верующих со всей страны? И живут ли здесь настоящие старцы сегодня? В один из первых веков христианства на Руси на правом берегу реки Жиздры среди непроходимых лесов появляется обитель. Есть легенда, что ее основателем был раскаившийся разбойник Опта. Но как бы то ни было, это одна из ранних пустынек, которую построили не князья или бояре, а простые отшельники. Место было действительно абсолютно дикое. Народу было мало. Поэтому сами названия городов, которые здесь образовались, они же указывают на вот эту вот пустынность. Не потому, что здесь место было гулое, открытое, а потому, что здесь были сплошные дикие леса. Ну, смотрите, Брянск, его старое название, Дебрянск, то есть Дебри, или Боровск, опять же, Калужская губерния. В XVIII веке Оптиную пустынь закрывается, чтобы в XIX возродиться вновь. И этот ренессанс будет связан с возобновлением традиций старчества. В то время внешние подвиги монахов, пост, труды, поклоны считались достаточными для спасения. До тех пор, пока архимандрит Паисий Величковский не напомнил всей русской церкви об опыте древних подвижников, непрестанной молитве, очищения сердца, откровений, помыслов старцам. Старчество имеет своим корнем пророков древних времен, пророков I века, наследников апостолов, вот таких харизматических служителей, которые были в первой христианской общине. Ученики преподобного Паисия Величковского принесут возрожденные им духовные практики и в Оптину пустынь. Мы видим первых наших старцев, братьев Путилова, которые были не в монастырях, а жили в лесу просто. Их сюда преподобный Филарет Киевский приглашает из леса. Им создает условия, желая, чтобы старчество здесь расцвелило. В России XIX века это вызывало особенный контраст с обычным духовенством, которое было обременено массой отчетности. Священники должны были вести исповедные книги, записывать, кто из прихожан исповедовался, а кто нет. Что касается старцев, то они были совершенно вне этой системы координат. Это были такие вот харизматические личности, выделявшиеся благодаря своему духовному опыту. Именно благодаря старцам в XIX веке обитель переживет три периода расцвета. Весну при жизни отца Льва, лето при жизни отца Макария и плодоносную осень при жизни отца Амвросия. Они будут передавать эстафету старчества друг другу. Еще в своем первом монастыре Белобережной пустыни отец Леонид, будущий старец Лев, был избран братья и настоятелем, когда ему было всего 36 лет. В 61 преподобный Лев вместе с шестью учениками приехал в Оптину пустынь и стал духовным вождем монастыря. Их поселяют вот в этом доме, который в тот момент был пасекой, вот эта территория, и это был дом, который находился при пасеке. Здесь он живет вместе со своими духовными чадами, со своими послушниками, и сразу за ним приходят люди к нему. И женщины, и мужчины, и, соответственно, его кель наполняется вот этими людскими душами, да, которые и ищут спасения, ищут советы, ищут помощи. Как это всегда бывает, новшество многие приняли в штыки. Церковное начальство и некоторые монахи были недовольны тем, что в обители появилась популярная личность, привлекающая к себе толпы народа. Но отца Льва недаром называли смиренным Львом. Все 12 лет старчества отец Лев терпел гонения, доносы и интриги. Его переселяли с пасеки в скит, из скита в монастырь, из одной кельи в другую. Запрещали принимать людей и носить схему. Старчество старца Льва в Оптиной пустыне первые годы. Это было, конечно, такое недоумение братья. Это было большой соблазн и искушение для братья, живущих здесь. Потому что они говорили, ну что же это за монах такой, когда у него в келье и женщины, и миряне, и все-все-все. Все притеснения он принимал благодушно, каждый раз переходя на новое место с любимой иконой Богородицы и пением молитв. Уже его преемник, отец Макарий, станет старцем, которого почитают все вокруг. Огромного роста, с лицом некрасивым, чрезвычайно живой и подвижный, так описывали иеромонаха Макария, современники. Он всех поражал уникальной памятью. После первой же исповеди на всю жизнь запоминал человека. А часто и вовсе называл незнакомца по имени, прежде чем тот представлялся. И при нем нужно сказать, что в обители был очень высокий процент выходцев из аристократии. То есть, если сравнивать, ну это приблизительно 15% братства из дворян. Это очень высокий процент, при том, что в целом в обществе их 1-2%. То есть люди стягивались к старцу Макарию, который не просто мог поддержать беседу на соответствующем уровне с дворянами, но он мог и занять монахов дворянского происхождения. Распорядок дня старца Макария был такой. В 2 часа ночи подъем, утренние молитвы, в 6 утра завтрак, потом прием посетителей. С мужчинами он беседовал в своей келье, с женщинами в этой внешней пристройке за вратами скита. И так каждый день, от рассвета и до заката. Кроме того, после обеда старец Макарий сам ходил по этой дорожке из скита в монастырскую гостиницу, где встречи с ним ожидали десятки человек со всей страны. О том, как много духовных чад было у отца Макария, можно судить хотя бы по количеству писем, написанных его рукой. Когда после кончины старца их опубликовали, то получилось 4 тома писем к монахиням, один к монахам и еще один к мирянам. 6 томов, одних только писем. На самом деле, людей, которых просветил старец Макарий, было гораздо больше. Ведь именно он устроил в Оптиной пустыне собственное издательство. Как ни странно, тогда христианская духовная литература практически не издавалась из-за ограничений, введенных еще при Петре Первом. Она хранилась в рукописях, в монастырских келиях и библиотеках. Так что, когда Оптина-пустынь стала печатать новинки многовековой давности, святоотеческие труды, для страны это стало настоящей культурной революцией. Книги преподобного Авадорофея. Это буквально азбука монашеского делания, которую сейчас, например, в Оптиной, на пустыне, все новоначальные послушники начинают ее читать с первым делом. Вот еще такая книга, называется «Лествица». Это известнейшая книга. До того, как Оптина стала издавать эти книги, они вообще по-русски не издавали? Их не было вообще на русском языке, совершенно. Их не было просто в принципе. Аскетические и мистические труды Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова и других древних отцов церкви теперь стали доступны всем. И в результате русская интеллигенция, наконец, по-настоящему встретилась с русской церковью. Это судьбоносное значение. Эти книги, они буквально оживили все духовное практически пространство российское. К отцу Макарию в Оптину пустынь приезжал великий мистификатор русской литературы Николай Гоголь. Он так живо и убедительно изображал нечисть, вий, вечера на хуторе Близди Каньки, что она буквально захватывала читателей. И теперь Гоголь в этом раскаивался. Именно потому, что оно талантливо, но оно читателя погружает полностью в демонический мир. Естественно, когда человек в него погружается, он бесследно для его души это не остается. Гоголь пытался найти новое применение своему таланту в духовных трудах. Оживить своим словом мертвые души современников. Порыве энтузиазма писатель даже собирался принять постриг. Но старец Макарий сумел вернуть его с небес на землю. А Гоголь всерез собирался стать монахом Оптиной пустыни? Да, да. Со старцем был такой разговор. Но старец сказал, что у него другой путь, другое призвание. Самый прославленный из всех оптинских старцев. Именно он стал прототипом старца Зосимы в романе Достоевского братья Карамазова и духовным наставником всей православной России. Действительно такой всенародный, можно сказать, старец. Он совсем другого происхождения, из низшего духовенства, более простого. И его стиль общения был другим. Больше он уделял внимание таким пословицам, прибауткам, часто рифмованным. Александр Гринков, так звали отца Амвросия в миру, еще семинаристом тяжело заболел и дал обет Богу принять постриг. Но после выздоровления в монастырь не поспешил. Стал учителем греческого, жил весело, любил петь и танцевать. И только через несколько лет все же пришел в Оптину. Вскоре после своего рукоположения отец Амвросий снова серьезно заболел. Этот недуг будет преследовать его всю жизнь. Он так и не сможет участвовать в длинных монастырских богослужениях. Как осматривал его доктор. И когда после осмотра он выходил, естественно, его спрашивали, как состояние батюшки. Часто он говорил такую вещь, что если бы это был обычный человек, я бы им участвовать в жизни даже не дал. Слабый и болезненный, и романах Амвросий, тем не менее, всю жизнь был очень радостным человеком. Кругозор старца он знал пять языков, поражал писателей и философов, которые вели с ним беседы о вечных проклятых вопросах. Но после столичного интеллигента к нему подходила простая крестьянка, и для нее он тоже находил нужные слова. К старцу Амвросию через всю толпу паломников пробилась женщина, крестьянка, и громко стала сетовать, что у нее там мрут индюшки, ничего с этим нельзя поделать, что она не пробовала. И он стал ее как-то утешать, что-то советовать. К нему на беседу, хоть на пару слов, сюда приходили тысячи людей со всей страны. Ну, надо понимать, что в это время даже из Москвы на карете дорога была непростой. Но большая часть людей, это 500 верст могло, да, там есть диалоги, когда батюшка спрашивает, откуда же ты пришла, и там женщина говорит, да. 500 верст. 500 верст пешком? Конечно, это все пешком. Однажды среди толпы, ожидающей старца у крыльца его домика, оказался и великий русский гений Федор Достоевский. Он приехал к отцу Амвросию с вопросом, на который нет ответа. Как пережить смерть маленького сына? И этот вопрос к Господу, да, почему, а за что, а как, и его приводят сюда, вот в эту избушку, к старцу Амвросию. В итоге старец дает ему, когда его спрашивают про Федора Михайловича, про его впечатления от писателя, да, он же одно слово всего сказал, это кающийся. И если вдуматься в это слово, то, в общем-то, высшие оценки, наверное, человеку вообще сложно дать. Достоевский был здесь всего три дня, но именно из оптинских впечатлений вырос его главный роман, уверяют исследователи жизни и судьбы писателя. Он сам никаких не оставил записок об этом визите? Роман? Роман? Простите, целая книга в «Братьях Карамазовых» посвящена этому. Так что нет, не то, что не оставил, а еще и навеки это как бы утвердил, и это теперь является достоянием не только нашим духовным, не только русской цивилизации, не только русской культуры, но и мировой. Главное испоучение старца Амбросия Достоевский вложил в уста своему герою, вымышленному старцу Зосиме, проповедь любовного смирения и того, что всякий человек за всех и за вся виноват. Фактически на Достоевском, и в первую очередь, конечно, на романе «Братья Карамазовы» взрастает русская религиозная мысль конца 19-го, начала 20-го века, которая имела колоссальное влияние и на современников, и сегодня в большей или меньшей степени воздействует на нас. Недавно «Братья Оптиной пустыни» провела реконструкцию в домике старца, и главным документальным источником информации о его интерьерах для них стал художественный роман. Было обнаружено такое письмо современника, который пишет своему товарищу Санкт-Петербург о том, что если хочешь себе представить этот знаменитый оптинский скид, ты можешь прочитать «Братьев Карамазовых». Ну и, естественно, опирались уже на этот роман, когда восстанавливали это здание. То, что домик старца вообще сохранился – настоящее чудо, ведь даже монументальные монастырские храмы в советские годы оказались в руинах. А эта хибарка – место озарения и пророчеств уцелела. Когда керенник приносит пачку писем, он расстилает ковром перед кроватью здесь, в этой келе, и старец, не открывая, просто показывает палочкой – вот этому это напиши, а этому вот так напиши. Да, а этот, не надо отвечать, он скоро приедет. И много-много-много чего еще, конечно, здесь происходило. Особая связь с Оптиной была и у другого русского классика – Льва Толстого. На территории монастыря у него были родные могилы. К облагословению отцам в Росе в соседнем Шамардинском монастыре приняла постриг родная сестра писателя Мария Николаевна Толстая. Сам Толстой бывал в Оптиной пустыне несколько раз, и даже перед смертью, уйдя из дома, он отправился сюда. «Я, Лев Толстой, отлучен от церкви, приехал поговорить с вашими старцами», – заявил он, поселившись в гостинице. Дважды подходил он к воротам скита, но так и не решился зайти в него. Известна оценка, которую старец Амбросий дал Толстому. Когда он выслушал, что говорит Толстой, он заметил, что у Толстого много гордости. Для него это была гордость ума, ума, который разрушает все традиционные основания. А для Толстого, наоборот, вот это самостоятельное мышление было основой религиозных поисков. Он такой рациональный, ищущий интеллигент. Вдруг, находясь в нее, он же сбегает и тайком бежит сюда, вот к этой двери опять. И вот здесь застает, есть даже картина, когда мы видим вот этого человека во всемирной славе. Действительно, вся Европа ждала, что скажет Лев Толстой дальше. Каждого его слова боялось. Когда он сюда прибегает, мы видим совсем пожилого человека, который вот как потерявшийся ребенок в лесу. После этого Толстой уехал к сестре в Шамардино, а оттуда, на станцию Остапова, последний пункт назначения в своей жизни. Туда же для напутствия умиравшего из Оптиной пустыни срочно отправился отец в Арсенофий Плеханков. Он предпринимает там все усилия, чтобы дать возможность великому нашему писателю покаяться. И ведется переговоры с дочерью и с его окружением. Но там уже такая почти бетонная стена. Примерно в 50-е годы 20 века некто Иннокентий Павлов опубликовал свои воспоминания, в которых он утверждал, что якобы Толстой, находясь на станции Остапова, послал телеграмму в Оптину пустынь с просьбой, чтобы кто-то из старцев прибыл к нему, в Остапово, что он якобы хотел примириться с церковью. Но доказательств никаких этому нет. В советское время, когда Оптину разорят, в скидском храме Иоанна Предтечи устроят музей Льва Толстого, где писатель станет в буквальном смысле культовой фигурой. В храме была литературная экспозиция. Вот в Болтаре, например, стоял бюст Льва Толстого. То есть такая достаточно ироничная ситуация. Последним соборно избранным оптинским старцем стал иеромонах Нектарий Тихонов. Накануне гибели империи он как будто впал в детство. За полгода до революции старец начал носить красный бант на груди. Так он предсказывал наступающую бурю. Он ходил по своей келье с фонариком, осматривая углы. А потом большевики точно так же будут обыскивать монашеские жилища. Старец Нектарий был так, что наберет всякого рода хлама, тряпочек, всякого рода стеклышек, камушков, разложит и говорит, здесь у меня музей. И на самом деле впоследствии вот здесь в Оптиной пустыне был музей к старцу Нектарию. К примеру, приезжали значимые известные лица. Тот же Михаил Чехов, театральный деятель, который эмигрировал впоследствии. Есть семейное предание Георгия Константиновича Жукова от его непосредственно дочери, что отец, сам Жуков, приезжал к старцу Нектарию и оставался даже у него ночевать. То есть какие-то назидания от него получал. В 1918 году в Оптиной, как и по всей стране, изъяли церковные ценности. В монастырские постройки вселились светские учреждения. Но иноки всеми правдами и неправдами старались остаться здесь. Они устроили несколько артелей на территории монастыря, но прокормить себя уже не могли, жили впроголодь. Зимой в кельях почти не топили. В домике старца то и дело разбивали окна. Атеисты стали воистину воинствующими. Через несколько лет власти приняли решение окончательно упразднить монастырь. В 1923 году на праздник преображения Господня ночью в Казанской церкви отслужили последнюю божественную литургию. А уже в 6 утра того же дня храм был опечатан. Монастырь Оптиной пустынь перестал существовать. Казалось, навсегда. В советское время обитель превращали то в колхоз, то в дом отдыха, то в концлагерь для военно-пленных. К концу 80-х обитель пришла в полное запустение. Храмы были полуразрушены, могилы монахов осквернены. На месте кладбища монастырского была устроена танцплощадка «Великое кощунство», которая по отношению к святым людям. А еще в конце 80-х годов вся территория была изувечена, скажем так, следами от гусениц бульдозера. Все было залито солярой. Памятники надгробные были испещрены неподобающими надписями. Храмы были также в ужасающем состоянии. Вот храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Здесь были проломлены во многих местах стены. Кровли не существовало. Само пространство храма было местом, куда помещали сельхозтехнику. И как говорят наши отцы, которые сюда пришли в числе первых во время перестройки, наш монастырь осквернялся, можно сказать, ритуально, потому что самые святые места подвергались такому чудовищному поруганию. В ноябре 1987 года Оптину пустыню вернули церкви. А через полгода преподобный Амвросий первым был причислен к лику святых. Пройдет еще почти целое десятилетие, и канонизированы будут еще 13 оптинских старцев. Монастырский некрополь. После канонизации собора оптинских старцев в 1998 году здесь начались раскопки. Пришлось снимать ограждение, брусчатку и верхний слой земли. Поиском и извлечением мощей святых занимались только сами монахи, и делали это с особым вниманием и молитвой. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Один батюшка, вот он мощей своего непосредственного небесного покровителя, он от начала до конца зашел в могилку, и вот пока полностью все не вычислил, все не сделал, он оттуда не вышел. За несколько дней на монастырском кладбище монахи оптиной пустыни нашли почти всех святых в этой обители просеявших. В ходе раскопок им попадались остатки клубуков, параманов, кресты. Все это, а главное, не тление останков, говорило о том, что обретены мощи преподобных старцев. Где чьи мощи покоились, помогли определить старые фотографии некрополя, воспоминания очевидцев и консультации археолога и антрополога. Преподобный лев, у него был такой случай, когда волк напал на него, и шрам на кости остался, и антрополог даже указал, что вот именно шрам, именно от примерно такого рода ситуации. И здесь братью ждало неожиданное открытие. Сопоставляя найденные одеяния и прочие детали, выяснили, что те останки, которые извлекли 10 лет назад, в 88-м, и выставили для поклонения в соборе, как мощи старца Амвросия, на самом деле принадлежат другому святому, старцу Иосифу. А преподобный Амвросий был обретен только теперь, в 98-м. Был такой юродивый до революции, который говорил, был Амвросий, стал Иосиф, был Иосиф, стал Амвросий. Обретение мощей стало для монастыря событием века. Ну это сопровождалось невероятной радостью, вообще описать это трудно. И вообще, я вам должен сказать, что после обретения мощей началась новая история, новая оптина. Вот, это вот все, кто тогда жил, на это обратили внимание, совершенно стала другая атмосфера, другой воздух, по-другому цветы, все стало другим, это правда. И теперь к святым оптинским старцам на ежедневные монастырские молебны снова едет вся Россия. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...